Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбл, и сегодня у нас первый взгляд и обзор горячей новинки, которая только 14 ноября вышла в стиме, называется Deadliest Catch, что переводится как смертельный лоб. Но не пугайтесь, ничего смертельного здесь нет, разве что ждать лег королевских крабов, которые затем попадут в ресторанную индустрию. Друзья, это даже не игра, это симулятор ловли королевского краба, который происходит в Баренцевом море. Здесь очень много технических моментов, и если вам интересно, как ловля королевского краба происходит вообще, какие нужны для этого корабли, как они оборудуются, все вы можете это сейчас узнать. Но для начала я, конечно же, всем рекомендую пройти обучение, там очень много технических моментов, если вы этого не сделаете, вы просто зациклитесь и не будете знать, что делать. Я это прошел и буду вам уже рассказывать по ходу самой игры. Начинаем карьеру, здесь выбирается длительность сезона, можно поставить от 5 дней и до 15. Любое, какое вам нравится, по какой по длительности вы хотите играть и выставляйте. И время, которое в принципе соответствует настоящему реальному времени. Поехали! И стартовый док, в котором мы собственно появляемся. Кто испугался уже вот этого вида и решил выключить видос, подождите, не расстраивайтесь, игра вас еще впечатлит. Это лишь стартовая вот такая позиция, в которой мы будем взаимодействовать с инфраструктурой. Здесь находится завод по переработке, куда мы собственно будем сдавать крабы, вар, бюро по взиманию штрафов, заправка, улучшение. Собственно, наш, конечно же, судно и магазин, а также навыки. Ничего пока что я покупать не буду, хотя это в принципе можно сделать. Мы сразу отправимся в море и попробуем, я вам покажу те возможности, которые в реальности показывает игра. Кстати, друзья, этот проект стартовал на Kickstarter и быстро собрал определенную сумму денег на свой запуск проекта. И игра создана при поддержке канала и консультации Discovery. А это очень много что значит. Она соответствует реальность. Как же будет производиться, друзья, вылоп? Во-первых, мы открываем карту. Здесь есть фильтра. Фильтра, который показывает уровень, глубину дна. Показывает каменистое дно, и листое, и лепещаное, а также его глубину. И второй важный фильтр, который показывает температуру воды. Если вы пройдете обучение, будете знать, что оптимальной глубиной для ловли корабля является от 60 до 140 метров. И температура должна быть выше 2 градусов, оптимально 4. Так вот, мы ищем максимальное теплое место, которое будет недалеко от нашего порта. Потому что заправка стоит реально много денег. Так что корабль содержать это вам даже не машину. Намного накладнее. Поэтому мы ищем где-то вот в таком вот красненьком месте. Я видел 4,3 градуса, 67 метров глубина. Мне кажется, отличное, идеальное место. Находится недалеко от порта. Вот туда мы и отправимся. Итак, друзья, мы в море. Забыл вам сказать, что все погодные эффекты, то бишь такие как дождь, снег, град, шквал, туман, все это соблюдено, и у вас будет максимальная реалистичность. Ну и мы получаемся на таком нашем корабле. Посмотрите, как он выглядит, каким оборудованием он оснащен. И все, для всего этого есть предназначение. Конечно же, я вам расскажу, какое и как все это дело используется. Но вид, конечно, меня лично сразу при первом обучении впечатлил. Итак, друзья, как мы будем производить ловлю королевского краба? Для этого, для начала, мы переводим в гиростол. Вот так вот называется это устройство. В горизонтальное положение. Затем мы берем кран-манипулятор, в котором находится магнитная специальная насадочка. С помощью нее мы подводим ее под клетки, вернее, над клетками, и пробуем вот так вот, чтобы лароника. Зацепаем клеточку и пытаемся точно, не ошибясь, поставить ее на этот гиростол. Если вы немножко не туда сбросите, тогда она либо упадет на палубу, ничего страшного подобрать вы сможете. Если вот туда, то она упадет в море, и таким образом вы потеряете самое ценное оборудование, и дорогое, которое у вас есть на старте игры. А денег в начале, как вы понимаете, совсем немного. Поэтому очень внимательно будьте, чтобы попасть этой клеткой именно на гиростол. Далее, отходим, получается, от этого, от консоли управления, так она называется. Открываем клеточку и снабжаем нашу приманку. Чем мы ее зарядим? Скажем так, берем с холодильника приманку, друзья. Берем блок с приманкой. Ну, возьмем вот такой вот стандартный. У нас есть замороженный блок с селью. Вкидываем ее в дробилочку. Вот так вот все это дело происходит. И получается у нас готовая измельченная приманка. Набираем здесь несколько порций ее. И в таком вот пластиковом контейнере помещаем ее в серединку. Закрепляем. Обязательно закрывайте вашу ловушечку, иначе весь улов, который вы слойте, просто от вас уползет. Берем буй. В принципе, можно делать это в любой последовательности. Буй можно было закреплять сразу. Так, я немножко опущу, чтобы вы увидели, куда он крепится. Вот здесь вот такая прозрачная анимация. Сюда вставляется буй. Ну, он дальше падает в воду, и таким образом будет сигнализировать, где, собственно, эта клетка, наш основной ловящий инструмент, будет находиться. Все, наша клетка готова, снаряжена, и ее можно запускать в море. Как это делается? С помощью того же гиростола. Поднимается сразу в горизонтальное положение, а потом вот в такое, и ловушечка первая пошла. Все отлично. Переводим наш стол, получается, в горизонтальное основоположение, и нам нужно, друзья, немножко отъехать. Для чего? Для того, чтобы мы не будем же сверху на первую ловушку сбрасывать и вторую. Как это делается? Попадаем, переходим в кабину корабля и смотрим, как это все дело реализовано. Мне, в принципе, нравится. Посмотрите. Слева, кстати, должен сидеть, наверное, наш помощник, возможно, штурман, но пока что мы один, одинешний. Так, в виде капитана этого корабля. И кружка с котиком. Так, в игре есть четыре передачи у корабля. Вперед, одна назад и одна нейтралочка. Чтобы было видно лучше, как вы перемещаетесь, можно включить камеру. Камера вот так вот включается. И включаем первый ход. И потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть отплываем от места первого сброса ловушки. Все, вот так вот в нейтралочку я перевожу. Мне кажется, это достаточно стоять. У корабля есть еще остаточный ход. Есть второй режим камеры, который несколько отдаляет. И вы можете оценить полностью, как выглядит наше рыболовецкое судно. Мне кажется, вот теперь можно понять, для чего. Особенно, когда мы полностью уже пройдем весь этот цикл. Когда я покажу, для чего все использую. Вы таким образом сможете понять, как оборудуются настоящие корабли для вылова краба. Так, короче, рубку мы покидаем и проделываем все те же самые манипуляции с тем количеством клеток, которые у нас есть. На старте игры дается всего 2 клеточки. Хотя можно было бы докупить, но я хотел вам показать основной, скажем так, функционал этой игры. Стартового капитала дается всего немного. 7500 это совсем, друзья, мало. Клетки без скидки стоят 1000 долларов одна. Поэтому это очень дорогостоящая вещь. Поэтому не провтыкайте и не сбросьте ее в море. Либо краном-манипулятором, если, либо с помощью гиростола. Вот поставьте не тот режим и клеточка улетит. И назад вы ее уже никак не вернете. Поэтому сразу же, сразу же давайте наденем на нее буй, да, чтобы она нигде, если уже буй будет одет, тогда вы ее сможете выловить. Блин, да, открой, вот туда закидываем буй. Видите, в этот раз делаю в другой последовательности, не имеет разницы, в какой последовательности вы поставите буй, в какую приманку. Главное, чтобы все было нацеплено и главное, чтобы крышка, вот эта крышка была обязательно закрыта. Все, приманка вторая готова. Мы ее тоже пуляем в море. И все, две рядышком есть. Дальше, друзья, как вы видите, над каждой ловушкой появилась вот такая шкала и отсчет. Это значит время, которое, ловушка, это находится в море. И если вы пройдете обучение, будете знать, что оптимальное время нахождения ловушки от 6 до примерно, кажется, 16 часов. Но я хочу подождать вот в серединку, где-то возьму 10-12 часов, что делаем дальше. Дальше мы просто отдыхаем. Нажимаем кнопочку Т, выбираем. Давайте подождем 10 часов и посмотрим, что произойдет. Как вы видите, наступила ночь, все, реальности облака, ночь, ну как бы пока что нам везет и никакого дождя, тумана нет. Хотя я в обучении заставал. Видимость просто нулевая. И посмотрите, друзья, вот эти шкалы над ловушками, они преобразились. Вот этот цвет зелененький означает то, что сейчас оптимальное время доставать ловушку. Эти полоски могут быть желтого цвета, зеленого цвета и красного цвета. Красный, это значит, что уже все совсем критично, все печально и плохо. Но мы как раз попали, угадали, все значит нормально. Поэтому мы переводим наш стол снова в горизонтальное положение и теперь смотрим на обратный процесс доставания ловушки. Здесь еще все интереснее, чем было при запуске. Как же, собственно, достать эту ловушку? Вы берете в руку крюк-кошку и забрасываете ее примерно вот посерединке между этими двумя буями. Теперь вы можете понять, зачем буя 2. Чтобы крюк зацепил как раз ту веревку, с помощью которой мы и будем доставать нашу клетку. Но это еще не все. Теперь вам нужно подцепить, вот так вот подвести. Сейчас он должен, смотрите, неудачно. Хотя я закинул посерединке. Ничего, пробуем еще раз закинуть. Так, посмотрите, что происходит, когда крюк входит в зацепление. Появляется такой индикатор и с помощью несложных манипуляций, с помощью А и Д мы подтягиваем к себе. Но не просто к себе, друзья. Мы подтянули к такой вот лебедке. Дальше уже вытаскивая клетку, потому что она должна, по идее, должна быть полна крабов. Ну, посмотрим, удался у нас улов или нет. В хорошее место мы приплыли или нет. Но дальше в работу включается специальное устройство лебедка. Уже третий манипулятор, который имеется на этом суде. Как же он запускается, друзья? Все очень реалистично, скажем так. Нужно подойти к консоли управления вот этим транспортом и включить эту волшебную кнопочку. Включается лебедка, как вы видите, да? Вот она вращается и клетка со дна моря поднялась. Потому что она весит, наверное, очень добрых несколько сот килограмм. Так, что же дальше? Как нам эту клетку расположить на нашем гиростоле? Нам нужно использовать еще один манипулятор. Для этого снова к консоли управления подходим и нажимаем вот эту кнопочку «Опустить лебедочный крюк». И вот с этого устройства, с этой мачты опускается следующая лебедочка. Здесь есть крюк, который мы берем и зацепаем с нашей клеткой. А теперь вот так вот. Ну, здесь, конечно, немножко упростили, как это же можно было по-другому показать. И перелажим нашу клетку на гиростол. Крюк нам больше не нужен. Отпускаем его. Его можно поднять, можно не поднимать. И что же делать дальше? Посмотрите, какие интересные манипуляции. Дальше можно двумя способами сделать то, что я сейчас сотворю. Посмотрите, как реализовано все это дело. Нажимайте кнопочку влево и посмотрите. Так, подожди. Нажми кнопочку влево и посмотрите, что происходит. Стол перемещается прямо к клетке. Стол, который находился посередине. Теперь мы, друзья, открываем дверцы клетки. И главное не перепутать. Главное не нажмите поднять. Потому что вся клетка, она не зацеплена. Она просто улетит в море. И дальше смотрите за ловкостью лук. Очень интересный момент. Что мы включаем дальше? Мы не опускаем гиростол. Включаем следующую кнопку, которая его наклоняет, скажем так. И таким образом высыпает всех имеющихся крабов. Все, больше клетка. В принципе, гиростол теперь можно переводить в положение, которое оно было изначально сделать. Это можно с помощью как консоли управления. Так, здесь можно и включить отдельную кнопку на самом этом сортировочном. Да, это называется сортировочный стол. Вот так вот включаем кнопку. И он отъезжает на середину. Прикольно. Посмотрите, какая прикольная реализация. Что делать с клеткой дальше? Ну, в принципе, здесь все ясно. Мы просто обновляем нашу наживку. Вот таким образом берется она. И снова закрепляется в серединке. Не забудьте про буй. Он уже будет вот здесь. Его там нету. Каждый раз при доставании клетки он отцепляется, скажем так, от основы. Обязательно не забудем закрывать крышечку. И все. И вот туда снова ее отправляем в море. Так, ну и здесь теперь, друзья, начинается самый, наверное, как по мне, нудный процесс. Но который и приносит, собственно говоря, все средства, получаемые рыбаками. Так, дальше начинается сортировка краба. Как происходит и какие крабы нам нужны? Значит, нельзя в реальности, по реальному законодательству и в реальной жизни, нельзя вылавливать крабов, друзья, самок, которые совсем мелкие и не выросли. То есть мы можем брать только крупных самцов. Вы берете из общей кучи. Посмотрите, кстати, еще неплохой результат. Вот с первого не прокачано ни корабля, ни умения у меня не прокачано. А это все дело прокачивается, делается дополнительно. Как бы мы сразу же наловили 80 крабов. Поверьте, это очень хороший результат. В обучении я ловил всего 10 штучек. Здесь я попал в хорошее место, правильно выбрал температуру и глубину и ставил сразу 80 крабов с одной клетки. Это очень хорошо. Вы берете краба и начинаете его смотреть. Приближайте. То есть вы можете сортировать либо на глаз, скажем так, либо в автоматическом режиме. Для этого нужно нажать пробел и внизу появляются вот две таких вот, два кружка. Который один покажет вам, скажем так, пол краба, второй покажет его возраст. Если это все дело совпадет, тогда значит это самец и он приличного возраста. Но, как вы знаете, крабов можно определять по-другому. Можно определять на глаз, не ждать этих полосок. И, конечно, вот все 80 крабов вам нужно перебрать в ручную. Если это все дело вас устраивает, вы нажимаете направо и сортируете в правильную вот полоску. Если вы находите самочку, давайте это посмотрим. Так, да блин, стоит, переворачивайся. Так, возраст подходит и это тоже самец. Отлично. Вот за этих крабов мы и получим награду. А самочек и мелких мы будем просто отпускать. Так, это тоже нам везет, друзья. Нам везет. Три краба подряд и это самцы. Так, сейчас я вам покажу, если мы найдем самочку. Так, четвертый. Нифига себе. Я думаю, мы заработаем прилично денег. Так, смотрим, смотрим, смотрим. И это пятый самец. Нифига. Я читал, что люди писали. Это уже как бы только вышло в ранний доступ. На альфа-тесте намного все было хуже. Так, ну а это вот по ходу дела, да. Это, друзья, самочка. Ее видно по брюшку. Здесь не такое брюшко. Я сейчас вам покажу, как их можно различать. Заметьте, брюшко вот в виде, если здесь нет никакого основания, такого клиновидного, значит, это самочка. То есть, в принципе, вы можете не ждать заполнения этих полосок. Просто это гарантия ваша. Вы можете не ждать этих заполнений полосок и на глаз бросать. Либо в левую кучку, либо в правую. В общем, вот так вот и проделывается этот весь процесс. Приближайте, смотрите. Это самочка. Видите, я угадал. Так, смотрим. Еще это кто у нас? Это самец, да. Это самец хорошего возраста, подходящего. Вот так и сортируйте всю кучу. И это, как по мне, конечно, со временем очень сильно надоест. Это самочка. Я отсортировал, и посмотрите, что произошло. Получается, годных, хороших крабов у меня 36 штук, если я не ошибся. Потому что потом уже разделял на глаз, не ждал этих всех полосочек. Плохих забракованных 44, то есть больше половины. Но моя кучка хороших выглядит даже больше, потому что там все крупные крабы. А это маленькие и самочки. Что делаем дальше? Дальше мы отходим от этого сортировочного стола и берем в руки вот эту емкость. Ведерочка, да, контейнер этот. И что дальше происходит? Мы берем плохую кучку, насыпаем в эту вот нашу емкость и выбрасываем за борт. Просто вот туда. Полетели, полетели. Потому что мы должны соблюдать, скажем так, фон, хороший поддержать фон в море, да. Который будет дальше позволять плодиться и производить нашу, скажем так, вылов. Если мы выловим всех мелких представителей, то это будет все. Так, что делаем с этими представителями? Мы, значит, берем годных, хороших крабов. Вот так вот тоже складируем в это корыца. И открываем люк. Люк, который находится прямо в палубе базы. И через трубу, вот через такой желоб, скидываем прямо в трюм. У нас пополняется труб и, как вы видите, 225 килограммов крабов уже имеются. Да, дальше ставим ведерочко. И вот так вот происходит, в принципе, процесс ловли крабов. С одной ловушки я получил 225 килограммов крабов. Дальше все происходит по такой же аналогии. Мы опускаем гиростол, сдаем немножко назад и посмотрим, что там будет у нас во второй ловушке. Все, как вы видели, со второй клеткой проделал тот же самый процесс. И у нас снова 80 крабов на сортировке. Я уже наловчился это делать быстренько. Не ждать, вот пока заполнятся эти все полоски. Если краб мелкий, не крупный, значит мы его просто выбрасываем. Если краб хороший, самец, значит мы его оставляем. Таким образом можно ускорить этот процесс. Видите, мелкий. Можно даже не рассматривать. О, хороший какой! Посмотрите, если это не девочка, а это мальчик. Я уже вижу, что это мальчик. Можно сразу бросать. Но, тем не менее, все равно вручную приходится вот этих всех перебирать, красавчиков. В этот раз у меня получилось ровно по 40 штучек. 40 хороших и 40, которых нужно выбросить. А не выбросить, они тоже хорошие. Просто они еще маленькие, незрелые. И они будут размножаться, чтобы мы их выловили в дальнейшем. Поэтому берем с чистой совестью и вот так вот за борт их туда выбрасываем. Но в этот раз я больше ошибался чисто потому, что запутался в кнопках. Хотя, если у вас хватит терпения ждать это все дело поправильно. Ждать, пока заполнятся эти все дела полосочки, которые точно определяют пол и возраст краба. Тогда вы ничем не рискуете. Просто потратите больше времени. Но, так как у меня я не захотел это на все дело долго заморачиваться. То, таким образом, я и собрал сколько, друзья? 467 килограмм. В тот раз 225. То есть, плюс-минус 230 килограмм мы примерно с одной клетки берем. Так, ну и очень интересно. Самый интересный момент. Сколько же мы за все это дело выручим? Так, наши клетки, как видите, находятся в воде не так много. Поэтому мы можем с чистой совестью вернуться в порт. И посмотреть, короче, сколько мы за все это дело сможем выручить бабла. У нас утро, рассвет, как бы мы пришвартовали. Все хорошо. Но нас интересует, конечно же, сколько мы сможем получить. И сколько было у меня процентов брака. Идем на завод по переработке. И, как вы видите, друзья, 452 килограмма. Всего 277 процента брака. То есть, штраф не накладывается. Если у вас будет больше 10% ошибок от общего количества, тогда у вас будет вот здесь висеть штраф, который вам обязательно нужно будет оплатить. 23,7 доллара за килограмм каждого краба. То есть, 10700 долларов мы получили всего из двух клеток, выбравши удачное место для ловли. И наш вот счет сразу пополняется. У нас становится 18000. Что можно сделать здесь еще? Можно, вот, бюро по взыманию штрафов. Если у вас будут штрафы, здесь их нужно оплачивать. Конечно же, вам нужно перейти к месту заправки. И, в принципе, топлива хватает. Но можно пополнить на сколько-то там свой, допустим. Дальше, конечно же, в магазине на все полностью имеющиеся деньги купить крабовых ловушек. Максимально сколько их там имеется. 5000. Теперь это мы можем себе позволить. Ну и также необходимые для них там буи и все оборудование. Короче, это все, конечно, мы будем делать, развиваться, смотреть. Но, в принципе, вы этой игры поняли. Также, здесь есть улучшения от той самой ветки прокачки, о которых я вам рассказывал. Прокачивать можно как снасти. Это входит и надежная гидросистема, прочная сетка, прочный крюк, прочный трюм, отделение для ловушек и тому подобное. Можно сделать автоматизацию процесса, когда кран сам будет делать кое-какие процессы. Допустим, он будет автоматически сам отъезжать, когда клетка поставлена. Или будет сразу срабатывать лебедка после того, как вы забросите кошку-крюк. Ну и можно прокачивать свое судно. Видите, воронка перемещаясь к крабу в трюм. Сразу будет это все дело делать. Сенсор на правом борту. Появляется индикатор зоны ловли и подсказки о правильной позиции по отношению к буям. Короче, как правильно зацепать эти ловушки. Улучшенный холодильник. В общем, много всего можно делать. Можно, будет, скорее всего, делать. Потому что сейчас доступно, как вы понимаете. Только вот первая позиция за 10 тысяч. Здесь недоступно и здесь недоступно. Это ранний доступ. Игра только вышла. Она, я надеюсь, будет развиваться. И я продолжу, конечно же, за ней следить. А также здесь еще, друзья, можно, посмотрите, пойти в бар и нанять двух работников. Это те, которые имеются. Один, Иван Матроскин, занимается тем, что готовит ловушки, добавляет приманку и прикрепляет буи. То есть он должен это делать уже вместо нас. А второй, Александр Лоткин. Оператор консоли, занимающийся гидростолом и сортировочным столом. А также, по необходимости, управляющий лебедкой. То есть, если мы наймем этих двух работников, уже часть работы они будут делать за нас. Но самое интересное, что я смотрел здесь, я находил где-то. Сейчас попробую показать. Наверное, нет. Наверное, не здесь, а, наверное, в навыках. Также можно прокачивать, посмотрите, свои навыки. Это уже становится просто какой-то РПГ. Можно сказать, прокачивать члены команды, снасти и находчивость. Разные навыки. Я вот где-то здесь находил, и я, конечно, бы хотел это все дело попробовать. Смотрите. Мастер сортировки. Способность мгновенно замечать и отсеивать неподходящих крабов. Вот это я бы хотел, конечно, прокачать, чтобы не заниматься долго этим длинным процессом. Посмотрите, еще какая есть способность. Способность узнавать характеристики крабов без необходимости поднимать их. И вот этот самый долгий нудный процесс можно, по моему мнению, было бы, конечно, заменить. Но для этого нужно ловить, запастись баблом, как бы прокачать себя и таким образом уже все это довести до автоматизма. В общем, друзья, если вам игра понравится, вот такой вот симулятор ловли королевского краба. Напишите свое мнение в комментариях. Если захотите, я сниму еще одну серию по этой игре. Там мы уже попробуем сделать, скажем так, более массовую оптимизацию этого процесса. Лично мне игра понравилась, просветила. Я, как никогда не сталкивавшись с этим выловом, буду теперь знать, для чего и какие нужны судна, как этот весь процесс происходит. Так что спасибо большое игре и телеканалу Discovery, да? Так, ну, в общем-то, друзья, пишите свое мнение в комментариях. Как видите, у нас шторм, ночь, видимость вообще абсолютно плохая. Я не вижу даже, где наши ловушки. Возможно, они находятся по другому борту. Сейчас мы это все дело посмотрим. И если вам понравилось, я, конечно же, попробую записать еще серию или несколько по этой игре, как пойдет. Что ж, буду ждать ваших отзывов в комментариях. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.